Всем привет! Сегодня у нас Е-46 в кузове сарай, он же Туринг. Был бы литра 3, был бы еще и Туринг, но к сожалению нет, поэтому мы постараемся оживить в нем заводские лошади методом промывки форсунок. Так, ну вот после того, как мы открыли капот, нам нужно добраться до форсунок. Они находятся вот примерно вот в этой области. Нам нужно избавиться от салонного фильтра вместе с его корзиной, снять декоративную крышку и тогда мы напрямую уже увидим форсунки. Для того, чтобы снять фильтр, тут в принципе сложностей никаких, если оно все откручивается, мы снимаем три зажима, выдергиваем крышку, убираем в сторону, снимаем фильтр, рекомендуем хозяину его поменять, может быть помыть, но не суть. И откручиваем четыре болта в виде звездочки. Любимая боемогречная забава, болты Ешки. Головка Т30. И откручиваем эти ненужные болты. Вот он есть один ненужный, вытянем его сразу. На трех же будет держаться? Я думаю, что даже на одном. На одном хозяин может заметить. Но мы же ему ничего не скажем. Ну тогда закрой уши. Ну в принципе мы все открутили, теперь головка на Т30 нам не нужна, если только мы не хотим у хозяина стырить еще крылья, поэтому ее пока убираем. Теперь мы снимаем вот этот пластиковый кожух, отщелкиваем внизу, чтобы он не мешал, и аккуратным движением руки выдергиваем в ванну. Вот в принципе у нас уже есть доступ, нам сейчас откручиваем декоративную крышку. Следующий инструмент, головка на 10, для того, чтобы открутить вот эту декоративную крышечку, аккуратно не потерять болты. Под ними есть еще шайбочки. В нашем случае непонятно, от кого тут взялся гровер, но не суть. Крышку снимаем аккуратно, чтобы не сломать. Крышка фиксируется вот этими двумя усами. Здесь аналогичные пазы с резиночками, чтобы она не болталась. Сняли. Собственно, вот наша топливная рампа. Сейчас мы до нее будем добираться. Теперь у нас есть топливная рампа, которая держится скобой. Два болта на 10 непосредственно прикручивают рампу, скобу, к впускному коллектору. И эта же скоба прикручивается внизу, к впускному коллектору, к креплению болтами на 11. Откручивать ее придется полностью, она нам это не даст. Но, для начала, самый важный момент, это стравить с рампы давление. При исправной системе, у нас сейчас в рампе должно быть 3 атмосферы. Стравить мы его можем через вот этот вот ниппель. Он специально здесь стоит. Он стоит для того, чтобы мы могли замерять давление. В принципе, бензина там должно быть не очень много, для того, чтобы сдуть давление. Мы накрываем тряпочкой. И через тряпочку включаем, надавливаем на фильтр. Ну, как интересно. Дядь, а где у тебя давление? Кончилось? Да, следовательно, мы получаем, что у нас система не совсем исправна. Где-то у нас обратный клапан подстраивает. Но, чтобы наверняка этого избежать, можно было перед тем, как затеивает эту процедуру, на заведенной машине выключить предохранитель, выдернуть топливного насоса. И она бы естественным путем просто дожгла все, что было в рампе. Ну, вот у нас сейчас интересный момент. Откручиваем болты на 10, добираемся чуть ниже. Откручиваем на 11. Закручиваем, наверное, вот это обратно, чтобы не засрать. Раз. Два. Так, срываем нижние болты. Здесь удобнее все же срывать большой трещоткой. Не совсем удобнее подлезть, но именно в плане сорвать это гораздо удобнее, не даже развлекаться маленькой. Раз. И два. Все, у нас, в принципе, система уже подвижна. Пока она еще зафиксирована, нам надо снять топливный шланг. Поскольку мы уже знаем, что там особо нету давления. Задача задавить вот это кольцо максимально вовнутрь и после этого сдернуть шланг. Мы задавили колечко, аккуратненько снимаем, ориентируемся на то, что оттуда пойдет бензин, поэтому опускаем его в какую-то тару. Очень, кстати, неплохой шланг, еще достаточно мягкий. Ну, нет, давления здесь особо нет. Но нету, и ладно. Идем дальше. Потом придет. Самое интересное, опасное и развлекательное это откручивать вот эти вот болты. Даже не откручивать, а их оттуда потом аккуратно доставать, чтобы не искать их потом под машиной. Но здесь тоже о нас подумали. Болт сделали с шайбочкой, поэтому он, в принципе, западает полностью в головку и достаточно неплохо там держится. Но все равно надо быть внимательнее. Слетают на раз-два. Ну, а? Посмотри еще. Сейчас еще раз попробуем. Оп, есть. Ну, вообще в идеале или магнитная головка, или просто магнитик, он бы здесь спас. Но мы лентяи, поэтому у нас такого нет. Вот она, собственно, скоба. Можем снять гофру с проводами. Эту скобу аккуратно вытащим. Вот это вот есть та лишняя деталь, которая нам создавала проблему. Теперь пробуем аккуратными движениями за саму рампу. Раз. Два. Здесь у нас можно снять вот этот вот пластик. Хотя бы он нам не мешался. Что-то у нас тут все, натяжечку. Вырезал себе, если бы это был 6-цилиндровый мотор? Я думаю, там было бы это поудобнее на самом-то деле. Ты еще забыл сказать, что это не до BMW или не до мотора? Ну, почему не до мотора? На этом не до моторе ездят очень много тех BMW, которые сейчас в представлении людей BMW. Это что у нас ездит? У нас ездят единички двух поколений, правильно? На этих моторах. У нас ездят X3 на этих моторах. У нас ездят 46-е на этих моторах и 90-е. И 90-е на этих моторах тоже ездят. Поэтому, в принципе, N46, N42, ну, как бы на них не плевались, это рабочие моторы, которые ездят. Их просто все боятся? Ну, бояться его не надо, его просто вовремя обслуживать. И все, мотор вообще не страшный, очень благодарный. И, как бы, ну, в принципе, в исправном состоянии, ну, достаточно дурной. За счет Вальватроника, за счет Ваноса, за счет корректировки фаз всех. Ну, блин, он веселый на самом-то деле. Единственное, что, конечно, 1.8 это печаль. Ну, сейчас попробуем, посмотрим, что получится. Так, теперь нам нужно отключить от форсунок, собственно, провода, которые к ним подходят. Четыре штуки, соответственно. На форсунках, на этих коннекторах есть очень своеобразные клипсы. Я не знаю, как это хотел автор, что было задумано, но правильно их снимать я не люблю. Поэтому рекомендую делать вот такую штуку. На клипсе есть пружина. Мы снимаем полностью пружину, ну, придерживая ее, конечно, чтобы она по пальцам не шарахнула, потому что такую пружину найти потом, ну, будет реально проблема. Складываем. И теперь у нас коннектор с большим удовольствием слазит сам. Потом мы эту пружину поставим обратно и защелкнем. Повторяем, да? Повторяем еще три раза. Она будет упираться. Ты знаешь, бензином пахнет, значит, он есть. Ну, логика есть какая-то. Ну, вот уже видно, что колечки у тебя шокированы, видишь? Она прямая. Она должна быть круглая, она прямая. То есть колечки, может быть, даже заводские. Вот видишь, вот у нее ось боковая, она прям вот выбито, стерто. Вот колечки нам надо будет поменять сейчас. Сняли все клипсы. Аккуратненько сдергиваем все провода, коннекторы и отодвигаем в сторону. Собственно, вот наша рампа. С нее еще будет вытекать, поскольку бензин там все же был. Ну, вот тут и нет, 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 нет. Есть. Ну, есть, да, есть. Ну, мы видим нагар, да, рабочий такой. То есть, в принципе, форсунки явно вчера не мыли. Это мы и так, в общем, раззнаем. Насколько я знаю, последние лет пять форсунки эти не мыли точно. Ну, тогда сейчас будем смотреть. Мы видим, что нам мешают колечки. Ну, в принципе, что? Переходим поближе к стенду и разбираем дальше. Не помню, с чего мы начали диалог про давление обратный клапан. А, подожди. Про давление мы начали диалог с того, что у нас не оказалось давления в рампе. Вот, поэтому мы с тобой начали идти по тракту. Так, сейчас наша задача снять вот эти клипсы очень тоже аккуратно. Они имеют привычку стрелять. Это та клипса, которая непосредственно держит у нас форсунку к самой рампе. Аккуратно их складываем, тоже потом хрен найдем, на самом деле. Вот. И мы с тобой начали разговор про давление. Мы предположили, что это топливный фильтр. Просто подумали о том, где стоит регулятор давления у нас. А регулятор давления у нас стоит на топливном фильтре. Ну, поскольку это вход, да. И мы отметили, что это весьма удачное решение, несмотря на то, что это немножко удорожало сам фильтр, да, по сути. Ну, как бы да. Вот. И мы вспоминаем теперь Opel Record, да, который у меня был. У которого регулятор давления был на рампе. И этот регулятор давления, соответственно, со своим возрастом, он, ну, скажем так, немножко заржавель. И эта заржавель давала мне в рампу 5 атмосфер. А рампа там была, ну, немножко другая. Так, вот сейчас у нас не выходит первый лайфхук. Вот сюда вот аккуратненько фигарим в одышке. Она сейчас нам смажет колечко. Потом это мы всё насухо вытрем. Но, тем не менее, выйти она нам поможет. Так вот. Святая одышка помогает везде. Да, да, да. И нюанс был в рампе рекорда, Opel Record 83-го года, двухлитровый мотор, я помню. И там был G-Tronic. То есть, это вот первые, такое, знаешь, даже не инжектора, наверное, такое очень умное электронное зажигание. Вот. И там, я не знал, как автор вообще мог это придумать. Короче, но от форсунки до рампы было ещё, наверное, ну, с палец промежуток, которая соединяла это всё шлангом обычным топливным. И ещё, наверное, на хомутах он сидел. Конечно, на хомутах, причём там со временем заводскими хомутами не пахло. То есть, это наши хомуты, которые там их перетянуть страшно. Вот. И ты как бы едешь на ней 5 атмосфер в тупые 2 литра на коробке 3,30. То есть, ну, это весьма дурно и забавно было. Вот. Но в какой-то момент ты едешь и чувствуешь запах бенза в салоне. Ты такой, да, да. Тормозишь, глушишь, выходишь, отрезаешь кусок шланга и его меняешь. Потому что шланг и новые хомуты это было то обязательно, я не знаю, как ключ на 10, там, чтобы аккумулятор снять. То есть, это фактически это был расходник, который обязан был лежать в машине, да? Да, абсолютно верно. Практически, как ты заезжаешь на заправку и покупаешь кусок шланга. Ну, в принципе, да. То есть, я не знаю, там на заправку там шаурмы покушать, там, братан, мне шаурму и кусок шланга с двумя хомутиками. И причем, я же говорю, меня веселило то, что ты стоишь, под капотом ковыряешься где-нибудь на обочине, ну, бенз там, немножко парни, как правило. И люди проезжают, тормозят такие. Люди, которые, ну, в принципе, в курсе, да, этой болячки, то есть, у которых, скорее всего, этот рекорд когда-то был. И они такие, выходят и так сочувственно, братан, шланг есть? Ты такой, да, есть он. А, ну, смог что-то придумать. в принципе, форсунки все повылазили. Вот, но шланги рвало, вот просто представляешь, на вот таком куске, да, его рвало по центру. То есть, только редкие шланги, вот, которые, в принципе, по виду, как сейчас на BMW, да, они топливные, высокого давления, то есть, вот, в дополнительной обмотке, те еще держались. А те шланги, которые классика, да, там, берем вот эти классические непонятные плетенки, в тканевой, те просто рвало вот так вот посередине, вот как разрезало ножом. Ну, вообще, удовольствие такое себе. Забавное, да. Забавное. Так, мы сняли форсунки, мы видим, что здесь у нас тоже, в общем-то, ну, вот, я не знаю, мы видим, что вот это вот колечко, оно должно быть круглым, а у него бок, он уже, ну, немножко вот повторяется. поближе, он подвинул. Давай вот сейчас посмотрим. Видно. Вот видим, да, что вот колечко, вот оно уже, ну, не то. нам опасно тем, что оно может подсасывать воздух. Поэтому эти колечки мы сейчас будем менять. И особенно те, которые входят в пустной коллектор. Здесь еще можно проверить, если у вас есть подозрение на то, что через это кольцо сосет воздух, покупаем спрей Абровский, очиститель карбюратора, всем известный, всем любимый. У меня закончился, я бы показал. И на заведенной машине стараемся брызгать в место, где форсунка входит в пустной коллектор. Прямо оббрызгиваем вокруг. Фишка в чем? Если она травит, она всосет этот спрей, Абровский, и начнет чихаться. Вот и все. Это единственный способ проверить. Ну, что? Подготавливаем, устанавливаем на стенд. Мы установили форсунки на наш самодельно самопальный на коленках собранный стенд, но, тем не менее, рабочий, утвердивший себя. Стенд подключен к компорту к компьютеру. На компьютере у нас есть программка, спасибо авторам, называется стенд промывки топливных форсунок. Эта программка, в принципе, в свободном доступе в интернете. Программка замечательна чем? Она имитирует, кроме того, что она имитирует работу на двигателе, то есть у нее есть вкладка динамический тест, здесь можно задавать абсолютно все режимы аналогичные поведению мозга автомобиля. Вот. И у нее есть вкладка в статическом тесте заложено сразу три основных теста для промывки. Это удержание для тестирования факела, распыла и пролива самого, самопрокачка и режим кавитации. Что такое самопрокачка? Ну, тут философский вопрос, лучше о нем почитать в интернете, честно, я не разбирался, она мне не нужна. А вот удержание и кавитация это те два режима, в которые мы сейчас будем играться. Первым делом мы запустим удержание, в этом режиме импульс подается таким образом, что иголка форсунки все время находится в открытом состоянии, через нее просто проливается жидкость. Промывочная жидкость, мы, кстати, будем использовать вот такую ликвимоле, но она, в общем-то, себя зарекомендовала, несколько лет я и мыл и результат эффект есть. Вот, мы посмотрим сам факел перед началом промывки в режиме удержания, потом погоняем его на динамическом тесте, скажем так, на тысячу оборотов, имитирующий тысячу оборотов работы двигателя, вот, а потом посмотрим и все-таки запустим режим кавитации, вот, потом я о нем и расскажу. Вот, сейчас мы запустили тест удержания, а сейчас мы в этом тесте оцениваем сам факел, вот, я уже вижу, что крайняя у нас и сеть неровно, первая, в общем-то, хорошо, вот эта хорошо, но видно струю отдельно, и здесь у нас растут пошел в сторону, но помимо того, что мы сейчас увидели факел, в этом тесте мы можем оценить производительность форсунки. Конечно, я не претендую на полторашку в роли мерного стакана, но, тем не менее, сейчас через четыре форсунки должно пройти одинаковое количество жидкости, что мы сейчас можем сверить по окончанию теста через тридцать три процента. Вот, ну, пока смотрим. О, кто-то кончился. А что, это воздух пошел? Не, он сейчас дольет. Да, ну, у нас вот это, вот эти две подстраивают, первая, в общем-то, неплохая. Ну, как страшно зазвучал. Остановились. Так, ну, сейчас оно, выключаем мотор. Собственно, мы примерно кривым глазом оценили равномерность, запомнили распыл каждой форсунки, теперь переходим к непосредственно к промывке. Поскольку эта жижа, в которой мы моемся, она все же предназначена для аппаратов промывки без съема с автомобиля форсунок, то мы сейчас с режимом вкладка динамический тест попробуем симулировать именно ее работу. Соответственно, мы запускаем сейчас эмуляцию тысячи оборотов, ну, скажем, для начала на 5 минут. И получаем мы вот такой вот рук. Ждем. Вот, собственно, у нас пошел процесс, процесс идет великолепно. Вот, хотелось бы сказать пару слов для любителей промывать форсунки вот так. Вот, когда они там берут Абру, ну, блин, закончилась Абра, берут как-то там, ее там зажимают, я, говорит, сейчас вот туда ее засуну, вот тут нажму, а тут 12 вольт буду фигарить там тысячу оборотов в минуту. Это просто это лютая, дикая вещь. Вот, а что я хочу сказать, что у нас представляет из себя форсунка внутри? Внутри это некий соленоид, да, на который подается электричество и обмотка возбуждается, там, в принципе, уже физика, электричество, да, и тебе дергает уголку. Соответственно, эта вся фигня, когда работает на 12 вольтах, она реально греется. И только вот в таком режиме, в таком тесте, при давлении рабочем для форсунки, жидкость промывочная обеспечивает охлаждение форсунки. Поэтому у нас нет вероятности ее сжечь. В отличие от тех, кто кидает два провода на 12 вольт, и я сейчас сюда запшикал, гляньте, какой распыл. Вот это, это просто, я не знаю, ребят, это смерть форсунки. Вероятность упалить обмотку, но в нашем случае форсунки BMW, сколько они, оригинал, по-моему, по 11 рублей стоят. Вот, я смотрел, если найти именно ВДО, аналогичные заменители, да, то там по 6 можно привезти. Но, блин, даже вот этим экспериментом в 24 рубля, как бы, 24 рубля, там, доэкспериментировал, ну, что делать. Вот, у нас прошло. Прошло 5 минут. 5 минут, я думаю, мы запустим еще. Потом мы сделаем паузу под давлением, чтобы оно постояло покисло. Прогоним еще, а вот потом снимем и запустим это все дело на кавитацию. Побеждает запахи, распространяемые по всему гаражу и готовит наши волшебные форсунки к чему? промывки режимом кавитация. Короче, что за режим такой? Есть такая теория и любители мыть форсунки в ультразвуковой ванне. Этот метод мы немножко отвергаем, поскольку мы в нем сомневаемся. Мы не очень уверены, что наши форсунки BMW-шные скажут нам спасибо за такую промывку. Для этого есть режим кавитация. На многих стендах он есть, именно заводских профессиональных. Короче, что в этом режиме происходит? Подается таким образом импульс, что иголка шевеляясь выбивает жижу обратно и попутно создает вибрации очень схожие с промывкой в ультразвуке. То есть у нас катушкой, импульсом форсунка сейчас будет мыть сама себя. Но для этого мы снимаем со стенда и нам надо подключить форсунки и погрузить их в промывочную жижу. Чем мы, собственно, и занимаемся. К этому стенд еще не очень готов. Он был только недавно воскрешен. Вот. Поэтому мы сейчас это соберем малость на коленках. Но, кстати, в этом режиме, когда его запускаешь, заметно, что вот отсюда с части фильтра, да, оттуда такие пузырьки. Прикольно смотрится вообще. То есть практически как сходил на рыбалку и посмотрел, как сазанчики разговаривают. Да, да, да. Вот понимаешь, что ты понимаешь, сейчас будут форсунки разговаривать, как сазанчики. Давай же это заснимем более предметно. Вот такой эротичный звук. Вот мы видим, как это все вибрирует. Вот там вот тут пузырьки, видишь, пузырьки, они такие там ходят, ходят, ходят. Короче, этим самым звуком мы добиваемся практически повторения ультразвуковой ванны. То есть вибрациями она сейчас откисшая форсунка будет стараться сама себя отмыть. Но этим тестом мы особо баловаться не будем. Мы его прогоняем 60 секунд. Потом у нас форсунка еще немножко полежит, покиснет. Запустим его еще раз. Ну и, пожалуй, вкинем все обратно. Посмотрим на удержание, что у нас изменилось с факелом. Вот. Самое главное, когда мы погружаем форсунки, то провода все-таки вытаскивать из жижи. Не потому, что эпанет. Не должно. Но все-таки замкнуть может эта такопроводящая жидкость. Вот они там дужат, дужат, дужат. и стерят, булькают. Прикольно. Так я опять по себе отмою. Ну да. А можно форсунки тоже? Ну, это как получится. Это побочные. Это будет. Вот. Для чего, я думаю, нужно мыть форсунки? Как минимум, вот этот вот лак, грязь и отложения, которые у нас есть здесь, и они наверняка легко даже тряпочкой сдвинутся, они, ну, все-таки как-то, я думаю, на форсунку влияют. На ее производительность, на ее пропускную способность, на, в общем-то, ее жизнерадостность, самочувствие и так далее. Также можем обратить внимание, что вот жидкость, которая у нас вот вышла, да, вот перед тем, как она туда зашла, она была прозрачная. Вот сейчас это, ну, конечно, не чай, видели похуже, но, тем не менее. Ну, такой липтон. Липтон, да, липтон IST, то есть цвет она однозначно поменяла. Вот, я уверен, что наверняка найдется много народу, который будет кричать, нет, мыть форсунки не надо. Ребята, это исключительно на ваше усмотрение. На всех автомобилях не было еще, наверное, ни одного автомобиля, на котором бы я промыл форсунки и человек потом не ощутил разницы. Почему, вы скажете, форсунки не моют официальные дилеры, официальные сервисы? Тут все очень просто, потому что им дешевле вам потом, дешевле и дороже для себя, для своего кармана вам эти форсунки поменять через там 100 тысяч пробега, если вы до этого доездите, как хозяин одного автомобиля, нежели по регламенту 20-30 тысяч вам их мыть. А некоторые производители именно форсунок, они регламентируют, а мы знаем, что Bosch, допустим, он производится наверняка в Германии, там скорее всего бензин почище, да, немножко, чем у нас. Так вот, производитель форсунки Bosch рекомендует промывку форсуна каждые 40 тысяч. Делайте выводы. Для чего вообще эту жижу в итоге потом ты ее собираешь в банке? Ну, знаешь, во-первых, это жижа очень сильно занедренная, ее куда-то выливать, но опасно. А в гараже мы эту жижу используем для эротических утех с нашей печкой. У нас там стоит буржуйка, у которой такой прямой выхлоп с подвала куда-то в небо. Ну, и когда зимой приезжаешь, дать, что-то там поработать, быстро печку раскочегарить, дрова сырые, но не кайф. Мы берем, вот у нее есть мирный стаканчик, то есть ты наливаешь отработки вот этой стаканчик, туда аккуратненько на дрова, так со стороны спичку, все загорелось, все по кайфу, горит, работает. Приехали мы как-то с товарищем, зимой холодно, сыро, быстро, что-то, наверное, было с машиной поработать, дрова там, я не знаю, прошлогодние, реально там с них выжимай, короче, ну, печку разжечь нереально, но холодно в гараже. Говорю, Володя, я говорю, давай займись печкой, быстренько, я говорю, сообрази, вот, ну, а сам стою наверху, то есть как бы вот так вот перед ямой, да, вот тут печка, грубо говоря, стою, что-то под капотом ковыряюсь, и в какой-то момент слышу такое, бах-бах, и краем глаза такую вспышку света, думаю, все, приехали, заглядываю в яму, лежит Володя вот так вот к стене прижатый, с черным лицом, в руках держит вот так вот фляжку какой-то отработки, было прикольно, короче, чувак, недолго думал, он говорит, слышь, я придел, а что такое, стаканчик, это не серьезно, вот туда с флакона, вот я тебе говорю, до того, как мы стали с рыжим работать в гараже, у меня в гараже не было огнетушителя, то есть, ну, я как бы, ну, блин, ну, что-то может случиться, не, ну, может, ну, а что может случиться, как туда зашел рыжий, у меня в гараже штук 5 лежит, витрожопеле тут, теперь мы легким движением руки одеваем клипсу обратно, что получаем в результате? Скобу. Получить, скобу, да, скобу одели обратно и щелк, все. Вуаля. Обратно она уже не слезет. Да, у меня собаки подтверждают. Да, проделываем то же самое. Мы не думали, что у нас идет какой-то либо монтаж, я покажу, что ты собираешься обратно, а блин, а то мало ли скажешь, что-то ничего не делали. Я как раз хотел поматериться немного, потому что я тупанул ее, немножко не туда одел, теперь ее надо пройдет через провода, так, чтобы это все было вкусно. Привыкай к литературному языку. Вот, вот теперь оно там, где надо. И теперь мы можем спокойно эту хрень поставить аккуратненько обратно. Как говорится, проводить сборку в обратной последовательности. Да, обратная последовательность, это вот как, короче, поставить видео на обратную прокрутку, да, вот это вот есть обратная последовательность. момент истины, момент истины. Все собрали, накачиваем давление, выключаем. пробуем. Продолжение следует... Продолжение следует...